В новогодние праздники города превращаются в настоящую сказку. Разноцветные огоньки так и манят и хочется гулять по ночному городу, пробуя всякие вкусности. Субтитры создавал DimaTorzok Я вам покажу, что я ем сейчас, мою вкусняшку. Может быть, кого-нибудь вдохновлю на быстрое и вкусное приготовление обеда. Это у меня картошка, порезанная кубиками. Сверху сыр. Вначале я обжарила картошку на сковородке немного, потом переложила ее в такую форму для выпекания. Она у меня сейчас горячая. Это формочка из фикс прайса. Я когда смотрела на эти формы первый раз, думала, нужны ли они или не нужны. Вроде такая маленькая. Но потом это казалось очень удобно. Я подумала, что вот такие маленькие порции очень красиво подавать на стол. И когда я уже пришла за ними второй раз, естественно, что этих форм практически не было. И уже выбирала из того, что есть. Какие-то такие, знаете, формочки уже, возможно, с какими-то такими черными точками. Не совсем ровные. Но не суть. В общем, оказалось очень удобно. Я порезала картошку, обжарила немножко с луком. Потом я поместила в эту всю формочку. Залила сверху яйцом и положила сыр адыгейский. Все это запекла. И вот у меня такой получился вкусный омлет. Вот такая милая форма. Она мне очень понравилась, то, что она белая. И мне показалось, что такая форма будет очень красиво смотреться на сервировочном столе. Особенно вот вы прямо из духовки вынимаете. И можно подавать на стол. Не очень-очень маленький диаметр. Вот, смотрите, моя ладонь. Вот. Ну, то есть одна порция. Жалко, конечно, что я в своем ближайшем фикс-прайсе не успела их купить. Их разобрали. Куда-то в другой фикс-прайсе не очень хочу тянуться. И очень приятно, что такая штука стоит всего лишь 2,5 белорусских рубля. То есть чуть-чуть больше, чем 1 доллар. Сейчас что? Сейчас еще я пропиваю вот такой астаксантин. Уже заканчиваю пропивать. Витаминки мои любимые. Очень хорошо для здоровья сердца, всего организма, иммунитета. Очень хорошо восстанавливают зрение, сумеречное зрение. И работу глаз поддерживают, здоровье глаз. Покажу вам свой зимний уход. У нас сейчас очень такая приятная зима. Нет сильных морозов. Много снега при этом. Покажу вам, чем я пользуюсь. Я уже много раз говорила, что у меня в основном уход с ахерба. И очищение маски я покупаю именно с белорусской косметики. И что касается кремов, сывороток, то есть уже более такой глобального ухода, то воздействует на кожу более сильно. То, что улучшает кожу, это, конечно, должен быть качественный уход. Обязательно натуральные компоненты. Потому что именно натуральные компоненты наиболее близки к нашей коже. И легче усваиваются. Кожа воспринимает их как что-то родственное. И наиболее быстро вы получаете хороший эффект. Стараюсь использовать в своей косметике только натуральные ингредиенты. И, конечно, в основном это все с ахерб. Сейчас мой уход с прошлого года не менялся. Я очень довольна тем, что нашла на ахерб. И с удовольствием пользуюсь до сих пор. Зимой обожаю вот этот вот крем от Andalou Naturals. Это серия с розой для сухой и чувствительной кожи. Этот крем на зиму просто замечательно подходит. Это ночной крем. Но я его могу и днем использовать. Он очень круто сглаживает все шелушения на коже. Если у вас какие-то повреждения от морозов, от холода, от перепадов температур. Это потрясающее просто средство. Я уже второй год пользуюсь. Моя вторая баночка этого зимнего крема. Очень приятная текстура. Особенно вот заметно, как работает этот крем, если у вас есть шелушение возле носа. Если вы болеете, простужены от частого трения носа, возникают шелушения именно в этой области. И вот этот крем буквально мне за ночь восстанавливает всю вот эту область. Просто потрясающий продукт. Приятно пахнет. Из недостатков здесь есть, я уже говорила, деметикон. Когда я вам рассказывала в прошлом году об этом кремушке. Но, несмотря на это, он не забивает поры. И в отличие от таких дешевых кремов с деметиконом, я не вижу негативного воздействия этого элемента на свою кожу. Только положительное. Здесь, кроме этого негативного компонента, хороший состав и натуральное масло. Вот, это еще от Додалоу Нейчерлс. Это гликолевая маска кислотная. С кислотами моя кожа не очень хорошо дружит. Потому что очень сильно сжигают кислоты мою тонкую кожу. И потом мне приходится естественный липидный барьер восстанавливать долго. Потому что кожа становится беззащитной. Опять же, много об этом уже говорила. Но вот эту маску я все-таки использую очень редко. Где-то раз в месяц, два раза в месяц. Потому что хорошо избавляется моя кожа от всяких таких пост-акне после теплого времени года. Она очень хорошо обновляется. Ну, единственное, что да. Потом эту кожу восстанавливать с помощью микрофлоры кожи. С помощью специальных средств. Пахнет она приятно людям жирной кожи. Я очень ее рекомендую. В основном все девочки с комбей жирной кожи восторгают этой маски. Я же пользуюсь осторожностью. Но люблю. Потому что действительно эффект есть. Если вам нужно выглядеть вау на следующий день. То, конечно, эта маска поможет. Только единственное, что да. Тонкую кожу потом приходится восстанавливать. Но это не за счет этой маски. А после любых кислотных масок. И под глаза вот такой крем. Бесконечно о нем говорю. На зиму такой масляный питательный от Reviva Labs. Из очищающих средств я могу порекомендовать в белорусских вот эту вот пенку. Vitex Asian Secrets 3D Retinol. Масло Цубаки и Гранат. Пенка выпускается в двух видах. Одна пенка идет с помпой. Вторая пенка на помпе находится специальная насадка. Которая предназначена для умывания кожи. Ее убрать не рекомендую. Вы переплачиваете за это дополнительный агрегат. Который абсолютно бесполезен, на мой взгляд. Абсолютно нет необходимости в дополнительных приспособлениях. Пенка очень классная на зиму, на лето, на осень. Она прекрасно очищает кожу без пересушивания. Кожа не чувствует себя стянутой. В общем, выполняет все заявленные функции очищения. Одна из лучших белорусских пенок, которая мне попадалась. Поэтому думаю, что покупка моя теперь это будет постоянной. И очищает она действительно круто. Макияж. Очень редко какая пенка так хорошо очищает, не пересушивая кожу. В этом плане это одна из лучших очищающих пенок у белорусских производителей. И, кстати, не содержит агрессивных сульфатов. Очень люблю белорусские пены для ванн. Они, конечно, сульфатные. Но зато приятное вот это вот использование этих пен. Оно делает свой эффект. Моя любимая это вот такая термальная. Она просто обалденно пахнет. Создает густую пену. И еще вот зимой люблю такую от белиты все масел аромамагия. Здесь очень такая питательная и бархатная ванна получается. И приятная тоже пена. Аромат тонкий. Вот это мои два любимых средства. Поваляется зимой в теплой ванне с пеной. Маски. Моя любимая серия. Это целебная банька. Это, кстати, та еще серия старого белита, которую вы можете очень бюджетно купить. То есть меньше доллара за доллар. И она приятно пахнет. У меня еще есть такая очищающая маска. Пропала перед видео. Не смогла ее найти из этой же серии. Там с чайным деревом. Люблю ее после бань наносить. Вот эта маска для тела. Она мне не очень нравится. Но показываю, подойдет тем, у кого более толстая кожа. Она мне пощипывает кожу. Возможно, здесь в составе что-то раздражающее. Вроде соли. Я когда использовала ее на лицо, попробовала, то мне вообще не понравилось. Кожу раздражает. Поэтому использую ее после того, как выхожу из ванны на распаренное тело, либо после бани. Кожа на следующий день очень мягкая. Но, наверное, повторять не буду. Потому что этот эффект пощипывания для моей кожи мне не нравится. И моя любимая органовая маска. Постоянно ее покупаю. Очень хорошо зимой увлажняет и питает кожу. Я вам уже постоянно не говорила. Обалденный запах у всей этой серии. Маска Lift Intensive. Эта маска призвана быстро восстанавливать вашу кожу. То есть, если вам нужно выглядеть хорошо через 10-15 минут, то я рекомендую эту масочку. Накопительного эффекта, к сожалению, от этой маски нет. А вот эффект быстрый. То есть, она держит ваше лицо какое-то время хорошим. Выравнивает цвет лица. И эта маска серии Lift Intensive с имбирем. Которая призвана улучшать упругость кожи и максимально увлажнять. И одно из моих любимых средств в белорусской косметике. Это средство BioWorld. Это очищающий скрабик. Гаммаж. Точнее, это гель-скатка для чувствительной кожи. Которая просто потрясающе вашу кожу восстанавливает. Вот если вы хотите ровное лицо. И купить самый крутой и бюджетный белорусский гель-скатку. То покупайте не белитовскую мезопилинг. Которая мало что делает на самом деле. А покупайте вот эту от BioWorld. Состав намного лучше. И эффект намного лучше. Очень ровная. Очень сияющая кожа. После этой скатки. Единственное то, что она немного кожу так подсушивает. Эта масочка является аналогом моей любимой маски от Andalou Naturals. Которая делает тот же эффект. Единственная разница между ними. И почему я Andalou люблю все-таки чуть больше. Andalou я предпочитала на iHerb. Тоже это серия для сухой чувствительной кожи. То, что все-таки от Andalou. Ну, скрабик. Он больше подходит для моей тонкой и чувствительной кожи. Он ее не подсушивает. Я бы даже сказала увлажняет. Здесь же эффект визуальный тот же. Но есть эффект подсушивания у BioWorld для моей кожи. Так что. Если у вас кожа более толстая. Можно не покупать Andalou. На мой взгляд. Потому что вы наверное не увидите вот этого подсушивающего эффекта. А барышнем чувствительным. С тонкой кожей. Такой, как у меня. Все-таки больше пойдет Andalou. Но на летний период BioWorld тоже будет хорошо. Когда нету вот такого агрессивного сухого воздуха от батарей. И холодной температуры воздуха на улице. Вот. Так что моих два любимых продукта. Обязательно оставлю вам все ссылки внизу. Весь перечень продуктов. Чтобы вы посмотрели их название. Что-то есть в интернет-магазинах. Найду, оставлю ссылки. И пишите, какой уход зимний любите вы. Что из этого, если пробовали, вам понравилось. И что вы думаете о этих продуктах. Ну вот, прям здесь. Комонцовое. Да.